здравствуйте друзья вот говорят спрашивают вопрос задают что мол в южной калифорнии есть беверли hills и там вот все богатеи а вот где тут богатеи у вас вот где тут живет там сергей брин билл гейтс почему-то билл гейтса прописали в кремниевую долину но он вообще там под светлым живет да там еще маск илон маск вот этот местный ну короче вот как тут у нас вот это все я вам советую тем кто интересуется есть такой веб-сайт очень полезный очень интересный называется на сети дэй тире дэйта сити тире дэйта по моему . org может быть . ком я не помню ну это уже легко я найду и дам ссылку в описании к видео так вот этот сайт дает официальную статистику там по городам и весям в частности там есть статистика по самым богатым самым образованным самым 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 по самым разным признакам когда я последний раз туда смотрел там был такой список назывался 10 самых дорогих зип-кодов а может быть 100 самых дорогих zip-кодов соединенных штатов и беверли-хиллс там в общем-то как бы сказать не тянет на там пяток местных которые вот тут есть значит это из десятка может быть там шесть или семь вот тут находится вот мы с вами сейчас едем вот тут и ну в радиусе скажем там 10 километров от того места где я сейчас поэтому вот они тут все и живут вот там чуть подальше если проехать прямо есть например городок менло парк запалал вот и прямо мы едем и сейчас едем по маунте view слева лос-алта значит если мы прямо проедем там будет пола-алта запалал то пола тут очень очень богатое место очень дорогое там тоже живет очень много известных людей запалал то городок менло парк в менло парке там есть как бы такая бедненькая часть а есть роскошненькая то есть там уже такие ну как бы дворцы что ли такие стоят вот и в менло парке живет много венчурных капиталистов то есть вот людей которые дают деньги таким как там свое время не знаю билл гейт сергей брин там илон маска и так далее то есть люди которые им дают вкладывают деньги вот они там живут что еще сказать лос-алтес вот тут слева вы видите так бы как бы его такую часть уличную а там дальше вот за и за этим слоем того что вы видите слева там уже просто дома идут и лос-алтес это я может быть говорил это самый дорогой номер один город соединенных штатов по стоимости дома такого среднего американского дома 3 бедрома и там два туалета вот то есть но салтез это очень и очень дорогое место но если мы пойдем еще дальше туда в сторону океана вот туда налево за лос-алтес там будет городок лос-алтес-хиллс который намного дороже чем сам лос-алтес там большие такие участки земли холмы я не помню кто там был из этих русских олигархов там пару лет назад купил там за 600 миллионов вот это все вот тут вот в этом самом лос-алтес сзади у меня там в ту сторону есть городок саратога саратога был когда-то я не знаю как сейчас пятым по дороговизне зип-кодом соединенных штатов ну в общем то это все упирается конечно в размеры участка земли чем мы как бы богаче люди тем больше они хотят вот то что называется privacy соответственно они хотят чтобы рядом никого не было вот прям в окно не кричали фонари не светили чужие этом городские поэтому нужен большой большой кусок земли и если большой кусок земли находится в горах тоже можно там отъехать 20-30 минут и там но это одна история а если ты хочешь этот большой кусок земли был в самом эпицентре вот вот где мы тут находимся то это конечно очень очень дорого поэтому так вот ну или на побережье да с видом на океан в хорошем месте тоже очень дорого стоит но дальше уже когда у тебя земля стоит ну допустим я не знаю там 10 миллионов кусок земли стоит то ты уже и дом не будешь там mobile home там устанавливать 5 уже строится дом соответствующие по цене то есть может быть стройка обойдется в 10 а то и в 15 миллионов там и так далее получать такая большая такая дорогая собственность шикарная она здесь есть безусловно и она как бы доступна в том смысле что можешь проехать мимо ты можешь там даже я не знаю сфотографировать с улицы тебя никто слова не скажет все что находится на то что называется паблик стрит вот если человек находится на паблик стрит на городской улице не на частные собственности а на городской это все общественно оттуда можно снимать вот я могу стоять на паблик стрит и снимать все что вокруг вы можете сказать но это же мой дом что ты его снимаешь я говорю извини друг но я нахожусь в таком месте откуда могу снимать все что хочу а если хочешь чтобы тебя не снимали вот давай в горах поселись или там например такой чтобы большого участок был чтобы забор видно деревья кусты парк а где-то там дом неизвестно где такая такая вот жизнь у богатых людей что теперь скажешь да все ребята я приехал и отправляюсь на работу